Авторитеты криминального мира часто становятся основными действующими лицами в различных литературных и кинематографических произведениях. Романтичный и авантюрный образ жизни, а также истории о риске, постоянно привлекают молодежь. Одним из самых знаменитых преступников начала 20 века был Мишка Япончик. Вы на канале Фактор Юз, и в этом выпуске вы узнаете о детстве, бурной молодости, банде, судьбе и кодексе короля Одессы Мишки Япончика. Будущий легендарный налетчик Мойша Янкель Вольфович Винницкий по прозвищу Мишка Япончик появился на свет в центре микрорайона Молдаванка в Одессе в 1891 году в дружной семье, но с весьма суровыми нравами. Повзрослев, он поступает в синагогу, в которой получал образование на протяжении нескольких лет. У отца и матери были разные планы на ребенка. Так отец хотел, чтобы он продолжил его дело, занимаясь извоза промышленной деятельностью. Мать же желала, чтобы он посвятил себя духовному служению. Сам мальчик не хотел ни того, ни другого и мечтал построить свою жизнь в совсем другом направлении. Пленяющая советская жизнь не оставляла Мишку в покое. Походы по театральным постановкам в окружении прелестных дам – настоящая мечта, но пока такая, недосягаемая для него. Не располагая денежными средствами и связями, он пообещал себе, что покорит всю родную Одессу и получит все то, к чему так стремится. В то время Молдаванка славилась своим бандитским нравом. Попасть в любой бизнес было достаточно сложно, так как все были повязаны. Бандиты работали с хозяевами постоялых дворов, ямщиками и лавочниками, осуществляли налеты на конкурентов, тем самым обогащая всех участников сделок. Молва о бандитах и их преступлениях неуклонно росла, а слава Молдаванки множилась по всей округе. Дети, игравшие в налетчиков, впитывали царящую вокруг атмосферу и, мечтая о лучшей жизни, становились местными героями. А Мишка, наблюдая за всем, уже начинал тщательно планировать дела и просчитывать возможные исходы. Первое дело, в котором участвовал Мишка, произошло, когда ему исполнилось 16 лет, в 1907 году. Это был налет на мучную лавку. Затем он выбрал своей целью богатые апартаменты, а первый арест случился через пару месяцев, во время облавы полицейских в публичном доме. После того, как были выяснены все обстоятельства дела, суд приговорил молодого разбойника к 12 годам тюремного заключения. Именно в этот момент жизнь героя должна была полностью омрачиться от ужаса, что творится в тюрьме, а также от условий его будущих 12 лет жизни. Однако он решил не впадать в отчаяние, и поговаривают, что срок за него сидел другой человек. Афера была раскрыта достаточно быстро, однако, чтобы не поднимать шум и суматоху, решили замять это дело. По другой версии, он лично вышел на свободу по амнистии в 1917. В любом случае, после 1917 года Мишка осознал, что пора по-серьезному покорять Одессу, и в 24 года начал планировать крупные дела. А свое прозвище Япончик он получил чуть позже, за свои раскосые глаза. Сколотив банду, он совершал множество дерзких налетов, и вскоре весь преступный мир Одессы знал Япончика. Многочисленное количество бандитов и контрабандистов объединились и стали находиться под покровительством нового короля Одессы, у которого везде были свои люди, помогавшие ему всегда ловко обходить любые облавы. Затем произошло расширение зоны влияния, и преступный синдикат уже объединял группировки, располагающиеся в регионах Российской империи. Ему удалось стать первым, кто сплотит вокруг себя такую большую коалицию врагов закона. А им самим был создан Кодекс налетчика, в котором предусматривалось наказание в случае неповиновения, а также свод правил, связанных с разбойничьей деятельностью. Криминальный авторитет Мишка Япончик смог удержать свою власть даже во время гражданской войны. Благодаря уму, хитрости и изворотливости он смог собрать под свое покровительство большой отряд налетчиков, с помощью которых отражались атаки, несогласных с королем Одессы. Япончика не смогли взять ни Деникинский генерал Шиллинг, ни большевики. Однако власти все же решили наладить с ним отношения, ведь сложившаяся на тот момент напряженная ситуация не давала расслабиться ни криминальному авторитету, ни всем остальным. Помощь Япончика большевикам происходит во время организации различных общественных мероприятий, а заработанные криминалом деньги Япончик вкладывал в реальный бизнес. Так он купил лучший ресторан в Одессе, вероятнее всего именно личные интересы и подтолкнули его на сотрудничество с властями. Однако, когда пришло время показать, кто в городе настоящий хозяин, красными было принято решение убрать Япончика, предпринимая определенные меры, например, расстрел его подопечных. Однако ему удалось быстро сориентироваться и в этой ситуации, а потому он придумал интересный ход – взять и вступить в ряды Красной Армии. Если говорить про его семью, о которой имеется достаточно информации, то сделать какие-либо предположения о воспитании не составит труда, где, соответственно, и был сформирован будущий нрав короля Одессы. Так, по одной из версий, родился он в семье, которая принадлежала известной еврейской династии Коротичей. Из села в Херсонской губернии вся семья вместе с родителями перебрались в Одессу. Всего у Япончика было четыре брата и сестра. Трое из братьев погибли на фронте, а один перебрался в США и скончался в Нью-Йорке. Сестра Япончика умерла в 1919 году от базедовой болезни. Глава семьи умер рано, однако суровый мужик, который любил крепкую выпивку и словцо, сделал из своего сына закаленного человека с раннего возраста. Для Япончика семья была превыше всего, поэтому никогда не были ославлены на публику его жена и дочь. Женой бандита стала Циля Аверман, которая обладала потрясающей красотой. Она родила ему дочь, которую назвали Ада. Ребенок появился, когда Япончиком формировался украинский полк. Узнав о возможной гибели мужа, она уехала за рубеж вместе с мужем сестры Япончика. Циля успела переехать сначала в Индию, а потом во Францию. Она всеми силами хотела забрать дочь, однако все попытки были безуспешны из-за матери Япончика. Ада умерла в Баку в 1983 году. Долгое время посылки, отправлявшиеся от матери, приходили к ней из Франции, а учитывая биографию Цили, отъезд и будущие события в СССР, покинуть страну для нее было правильным решением. Все высказывания об участии Мишки Япончика в гражданской войне, которые он сам же испровоцировал, описывают моменты, когда им было принято решение о вступлении в ряды Красной Армии. Его усилиями был собран полк, в котором насчитывалось около двух с половиной тысяч человек. Все одесситы гордились собратьями, преобразившимися из налетчиков в бравых солдат. Полк Япончика входил в бригаду Котовского, и его влияние на подопечных и тех, кто раньше был мирным жителем, вскоре обеспокоило верхушку Красной Армии. А потому военачальники заманили Япончика в ловушку, и там с ним расправились. Япончику, вероятнее всего, было известно о заговоре еще с самого начала, и когда его отправили за пополнением, пообещав новое звание, он приказал полку самостоятельно возвращаться в Одессу. Взяв свой отряд, он отправился за пополнением, захватил эшелон и направил поезд в Одессу. По одной из версий, до города ему не удалось добраться, так как среди лиц, которым он доверял, нашелся предатель. Сдав командира, он арестовал дезертиров. Япончик отказался сдаваться в плен, из-за чего был застрелен Никифором Урсуловым. Причиной смерти короля Одессы стало коварное предательство и два выстрела в спину. По другой версии, поезд был остановлен отрядом Красной Армии возле парка Марьино Роща. Япончик попытался оказать сопротивление, но был застрелен на месте. О каких известных налетчиках 20 века знаете вы? Обязательно напишите в комментариях, возможно и про них будет ролик на канале.